я тут рулю контакты полный вперед ты кто откуда девушка я из прошлого дружище но никому не рассказывай откуда а это тайна из старых времен приехала двадцатые годы из америки амелия о колоритные господа у нас бриге зрители знаете кто это это однокурсник митилсон вот галерея базар латвийская галерея молодые художники то только что академию заканчивали это вот галеристка базар и не струны прошлом году мы продали этого художника который за углом что мы еще продали прошлом году лео пакалны а агнеси курзом не ци и мая муж не ци имя си она меня как молодого художника тоже продает эу чо у меня можно я тоже сам разрисовал девушек первый раз на арт-фейре 1 но явно не последний балетные туфли как вот эти пуанты а это балерины я придумал такой образ платье можно купить в одном экземпляре а как вот сама музыка как себя чувствуешь таком платье очень комфортно очень необычно таких творческих изделиях все-таки себя чувствуете я думаю некоторые могут не понять всю красоту вообще платье искусство но лично мне очень нравится то у вас такой самые красивые картины на выставке очень хорошие цены по сравнению что есть вот ваш образ вот это бы поставить дома в углу да вот это бы любовались как зритель или как участник как зритель ну а что вам понравилось как раз этот стенд больше всего понравился стенд базард там там мы были только что а это вот art magic gallery usa мы для русскоязычной публики москвы кто не попадает каждый год нам очень много самые топовые художники были все галлисты кто только не был арщунного работы кто вот у нас начали на арт-риге выступать 10 лет назад а теперь стали уже в десятке forbes и самых дорогих российских художников а какое чувство внутри такого платья разрисованного мне кажется чувство свободы до господин бояркин тоже участник много раз на арт-риге привозил всегда самых красивых девушек вот было из белоруссии художницы одна галерея д.к. все работы продали рижские парни выкупили это даже моя картина нарисована представляешь какое мне было счастье на чем-то вот таком красивом рисовать я остается только за вины платье великолепное поздравляю тебя вот здесь была очень интересная девушка на как-то фейсбуке нашла лара габрера выставила работы приехала то ли из испании очень колоритная девушка давно писала что хочет участвовать на арт-риге вот лара я помню как мы переписывались что я удивился что такая горячая испанка прямо вот что я делаю здесь я очень люблю Латвию я живу в Латвии три года назад и об путешествую читать на арт-риге я живу в спане за 25 лет если в солнце, 25 лет, 25 лет, 25 лет, то вы порции от 35 лет生 и дали я видела на арт-риге, в Москве 보내 Окей, это в севере, в Андалуссии. Но ты в Нордике, в Барселоне. Нет, я в Валенции, в северном море. Я думаю, это идеально для комнатной комнаты. Где наш классик мозаичист, как правильно говорят, это Вадим Верник. Он в копиярт-студии проводил много уроков из настоящих полудрагоценных камней. По старой технологии работает. Это наша одна из самых опытных. Каждый год выступает на Арт-Риге и держала одна из первых галереев. В Старой Риге галерею Тифана и сама муза Илза Куйшила. Галеристка очень опытная. Галерея Тифана работает с интересными художниками, с профессионалами, у которых есть своя точка зрения. И к этому такие способности технические рассказать зрителям. Например, Каспар Заринч, который абсолютно философский насчет темы «я и мой эго» и такое свое миросознание он делает. Но интересно, что вот Кристопс у моей двоюродной сестры, муж совсем в другом стиле. Они двойняшки, оба братья. И отец был академиком в Москве и в Париже. И уже такая династия художников. Это династия художников. Это работа Татьяны Сэймоне. Очень интересная дама, философ. Мы должны создать сами свою лестницу. И все. Как родились, так и дошли по лестнице. Это мне все-таки напоминает китайские танки и краска. И ты вот очень подходишь, как красное-черное. Тут какая-то тусовка такая. Расскажи про свои работы. Очень кропотливо ты умеешь разрабатывать и рисуешь отменно. Видно, училась у Браслинча и добрая. Видно, долго училась. Училась, училась, да училась. Ну, расскажи про этот вот. Вот эта работа называется «Великолепный». Мне вообще очень нравятся птицы. Все такие свободные. А, там намек. Но это время, мы живем в «Времени героев». И все эти великолепные. Он прекрасный, он великолепный. Какие цены? Я сейчас напишу. Ну, средний, вот этот, например, 1500. Так мало. А где сама как художественный образ дама, как из другого измерения? Или как участник? Все мы участники. Все мы художники в этой жизни. Янс Мартинш Куя, он как такой поддержка мне всегда, когда «Эу, там что происходит?» Там лучшее то надо поддержать. Вот тут классные работы. Это Густавс Филлипс, он в Латвии много работал. Вот такой очень экспрессионизм, такой мощный. В Нью-Йорке были ряд выставок и в журналах, там Blueprint везде попадал. Это мне, ну, лично друг и очень крутой художник. Вот вторая работа. Такие краски, что-то такое, туда хочется прыгнуть. Я рад, что Елена тоже участвует, как дизайнер-модельер, что она примкнула к мэру искусства, и на Арт-Риге с фэшн-шоу будет один день в субботу. Это у нас очень крутое дополнение. Очень прекрасно, что художники согласились делать свои работы на прекрасных изделиях. Вот стоит, Танечка, иди сюда к нам. Вот Татьяна у нас есть, например, рисунок Ирины Трумпель, да? Рай Максирули сделал прекрасную работу из своего фултонического стекла. И надеюсь, всем понравятся интересные работы и наши девушки в этих работах. Юрис – это наш, как бы, как местный магритт. Он в мире 1150 лучших плакатистов всех времен. Это было в прошлом веке, когда я был 1150. Сколько поколений в вашей династии художники? Мама Скулмы, потом был основатель академии Скулмы, и так вот сколько? Три-четыре уже до царских времен? Ну, примерно так, да. А откуда эта идея родилась? Это когда я делал плакат Ромео и Джульетта, и тогда я такой придумал. А, а кто из них Ромео, кто Джульетта? Ну, там уже видно. Тут у нас общий стенд с Виктором Кротовым. Раньше вместе работали даже в студии. И вот что-то он такое прислал, очень интересное. Как будто вот литая бумага из Тибета. И прямо выглядит как вот от кабана шкура. А тут автор, это я. Молодец, у тебя поперло. Да, я просто хотел что-то такое, как для детей сказки, что это может быть покорение Марса. Спасибо, что пришла на выставку. Ну, мне-то больше нравится вот эта куча людей. То ли это марафонцы, то ли это бизнес-марафон куда-то бегает. Я не знаю. А как вы, девушки, попали на этот стенд? Почему? Мы рисуем без углов. Выставляем все. Мы тоже художницы рисуем. Такие парни вам нравятся? Вот такие, ну, болевые? Или теперь это не модно? Нам нравится энергия, то, что они куда-то стремятся. А, это я был сын, а он учится в Бюнхене. А там такой нудийский пляж прямо в центре. И моря у них нет, но они очень... Как-то по субботу, воскресенье, вот так, как шведские семьи большие. И вот это все европейские такие новые веяния сексуальные вам тоже нравятся? Или вы такие... Мы старомодные еще. Да. Вот только мы еще не зашли в уровне. И не дойдем. Мы долго замужем просто. Нет, я свободна. Вот как здорово. Вот, ребята, видите, все в Риге есть свободные девушки. У нас только уже из Европы приехала, всех расслабили. А как зовут? Виктория. Вот, Виктория еще свободна. Это самое лучшее место для знакомства с интеллектуальными девушками. Артрига – это место, где самые жгучие конкуренты борются за любовь музейщиков и за покупателей, за выживание. Артрига – это место, где сделать скандал и получить оплеуху от критиков. Так что все в следующем году встречаемся опять на Артриге.